Но уже в 1239 году монголы возвращаются, правда, совершают поход уже на Южную Русь, берут основные южные города, Черниговские, Новгородсеверские земли, и в 1240 году берут Киев. Именно вот с этого события, как правило, историки отчитывают татаро-монгольское иго. Татаро-монгольское иго таким образом существовало с 1240 года по 1480. Пока что эту дату просто запомните, в дальнейшем мы с вами узнаем, что конкретно под ней кроется. Но так или иначе, мы видим, что татаро-монгольское иго просуществовало целые 240 лет. Далее, после наших южных территорий, после того, как покорили уже игорьское игорьское княжество, монголы отправились в Европу, потому что вообще изначально пополам монголов, они хотели захватить всю Европу, включая западную. Но там у них уже дела шли не так успешно, они попытались захватить Польшу, Венгрию, в итоге дошли до границы Германской империи. Но в конце 1942 года пришло известие из Монгольской империи, там, кстати, столица называлась Каракорум, очень сложное название, но постарайтесь запомнить его. В общем, стало известно о том, что умер монгольский хан и начинается борьба за престол, соответственно, Батыю необходимо было в срочном порядке вернуться, для того, чтобы участвовать в этой политической борьбе. Поэтому он разворачивается и в итоге уходит. Но до политической борьбы он не дошел, в середине пути он умирает. Так вот, о чем бы я хотела бы сказать и что хотела бы еще отдельно отметить. Что у монголов не получилось захватить Европу, ну, по нескольким причинам. Но в частности, именно Русь стала таким щитом на пути монголов в Европу. Именно на территории Руси монголы потеряли своих наилучших воинов, своих лучших полководцев. И поэтому, когда они пришли в Западную Европу, там уже у них практически сил воевать не было. Поэтому, конечно, у Руси тут такая тяжелая доля, но в плане развития мировой цивилизации, конечно, очень-очень важная. Но как же получилось так, что русские войска проиграли монголо-татарским? В чем же причина его поражения? Первая и основная причина поражения русского войска – это, конечно же, феодальная раздробленность. Дело заключалось в том, что все князья были разобщены, не было единой армии. Каждый князь стремился защитить только свое маленькое княжество, свое микрогосударство, не думая о защите и целостности всей Древней Руси. Таким образом, именно феодальная раздробленность, как мне кажется, стала наибольшей степени главным фактором того, что русские войска проиграли. Но, конечно же, это была не единственная причина. Следующая причина – это то, что в монгольском войске царила, ну, прямо лютая, очень жесткая дисциплина. Известно, что монгольское войско делилось на десятки, сотни, тысячи и десять тысяч. Десять тысяч они называли таким словом «тьма». Так вот, фишка заключалась в том, что если кто-то один бежал с поля боя, то казнили весь десяток. Если десять человек бежало, то казнили сотню, сотню, тысячи. Ну, я думаю, что вот эту логику вы уловили. В общем, конечно, это дело не приводило к тому, что старались не бежать с поля боя, потому что, ну, лучше уже тогда умереть от противника, чем подвергнуть опасности весь десяток или всю сотню. Поэтому вот эта жесткая дисциплина, конечно, тоже сыграла свою роль. Третья причина поражения – это то, что у монголов была конница и лучники были. Это, конечно, очень сильно помогло монголам, потому что наше войско в основном состоялось в пехоте. У нас были такие большие пики, и, конечно, они не были приспособлены вот именно к таким сражениям, к сражениям с кочевниками. Поэтому, в общем, монголы в данном случае, конечно, превосходили, были более быстрые, более маневренные. Следующая причина – это военно-техническое превосходство монголов. Как я сказала уже ранее, монголы захватывали разные территории, разные народы, и у каждого народа они перенимали какие-то мастерства, какие-то, в общем, технические всякие приспособления, в том числе и военные. Так известно, что у Китая они переняли стенобитные и камнеметные орудия, которые позволяли им с легкостью брать различные крепости и города. Ну и стоит добавить, что порой им вообще не приходилось использовать эти орудия, так как наши города в основном-то были деревянные, соответственно, достаточно было поджечь этот город, и, собственно, вот он, считайте, уже и взят. Вот это основные причины поражения русского войска в монголо-татарском нашествии.